Добрый вечер! В нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер игроков сегодня команды. Юрий Владимирович Вилонов, Галерий Геннадьевич Вилонов. Пожалуйста. Ну, хотел бы, конечно, поздравить команду Казани с победой его счетами. Наслуженные победы. Уголы были забиты его счетами. Хорошая мастерство. Ну и, естественно, нам пока тяжело противостоять. Это опасная команда. Более, что еще мало народу. И, в общем, третья игра. Но спасибо ребятам своей команды за то, что они делают. Так понемножку, понемножку, в общем-то. Я думаю, что все будет у нас нормально. Сейчас подойдут люди и потихоньку, я думаю, что немножко все наладится. А так еще раз с победой команды. Ну, я собираюсь сели. Большое преимущество было. То есть, реально, в общем-то, реализация подвела. А потом уже соперник, в общем-то, нашел все силы и подарил такой матч, который до конца, в общем-то, держал. Но у нас, если по этой игре, еще раз скажу, что реализация, ну и игра больше тебя как бы заставляет животных. Будем надеть. Отлично. Пожалуйста, вопрос. Вопрос в том, Олег Геннадьевич. В команду по числу удалений сейчас скакала одна из лидеров. Прям или третья, или четвертая. Сегодня, кажется, или шесть было, снова удаление в конце матча. В чем-то связано, то есть, как-то несколько отработанных счетов или что-то. Что-что? Ну, как бы, о чем-то связано, в принципе, такое количество удалений, одинарных. Прям или что-то там было. Ну, 10 минут спец, Анатолия. Ну, мы можем над этим после игры, как раз и говорим. Проблема такая есть. Сергей Тимбович. Юрий Владимирович. Игра команды изменилась за неузнаваемость по сравнению с двумя предыдущими годами. Это такая установка на начало только сезона, или это новые танцы как? В чем? Такая интересная команда, хорошая игра. Это чем? Только на первом ходе будет? Такое хотим. А потом ждать от нас. Более зрелище. Конечно, вы наталкиваете немножко на другое. Ну, я уже говорил, и у нас, как бы, говорили уже и генеральный менеджер, президент нашего клуба, и все новые люди, и хотят увидеть, а может другое. То, что мы хотим, как бы, и делать, это то, что мы сейчас делаем. И не более того. Но имеется в виду то, что, ну, есть игроки, как и другие команды, которые, естественно, могут намекать и что-то сделать. Ну, это тогда, когда, пожалуйста, между собой, как в других командах. Или, конечно, вот у нас, например, ну, кто, ну, совсем уж грубость. Ну, когда грубости, то можно, как бы, тоже, мы не говорим, что грубость на грубость. Но, как бы, за свою грубость, если совсем ваша клуба, надо тоже немножко, как бы, отвечать. Такое, что, ну, в общем-то, это, как бы, вы должны понимать, что это, как бы, политика клуба. Как она выстраивается, такую, как бы, берет. Не может главным тренером идти против политики клуба. Правильно? Как вы выстраиваете политику, так и команда едет. Если она была выстраивана так, она нашла так. Если она выстраивается по-другому, то она едет другую. Ну, только там. Ну, вы затаили нелюбимую там алку какую-то? Какая-нибудь нелюбимая команда есть? Да мы только начали играть. Мы играем третью игру, как я уже думал. Вадим, Вадим, Вадим. Первый год работал. По-моему, вопрос. Сегодня больше час матча выиграли 3-зина. И в конце игры команда, так сказать, немножко подустала. То есть, ну, там, у Гельцева в полторы-надцатого сырена, у Головуса тоже, ну, как бы, немножко сыграл, в принципе. А почему? То есть, это ваша такая, скажем, ну, тренерская стратегия, то, что играть 3-зина? Ну, вы же понимаете, сейчас новые правила, там, 4 мм. Ну, и пульс, да? Да. И, ну, у нас вот то, что есть. У нас больше нет. Я бы выпустил больше, но их нет. А когда ждать возвращения Паналина и приезд Калина и Ханаси? Ну, Паналина, это очень тяжелый трамп получил, что он еще даже не на своих ногах ходит еще с кострелями. Так что, главное, ну, и, конечно, он нам нужен, ну, в общем-то, каждую игру практически забивал, в общем-то. Такой полноценный игрок. Ну, что там идут какие-то болячки, травмы уже потихоньку пошли. Ну, это от того, что мы вести без подгодетеля, что сейчас у нас 3-зина все у нас нет. Мы не можем больше выстрелить. Валерий Геннадьевич, а Медлига, по-моему, забивает, фасует, но достаточно много ошибается в Вароне в первых матчах и здесь сегодня тоже будут какие-то ошибки. А чего это? Как вы думаете? С чем связи? Я не сказал, что у него очень много ошибок. Ну, все равно были ошибки, то есть даже вот с удалением момента, с головы. Ну, с этими ошибками мы будем у себя разбирать. Вопрос, пожалуйста, следующий. Валерий Геннадьевич, почему не играет в «Пани»? А что у него сейчас порядок еще какой-нибудь? Ну, зачем? Перейдем в список травмировок, травмировок. И пока даже не может приступить к травмировке. И когда он появится, я, к сожалению, могу сказать. Валерий Геннадьевич. Валерий Геннадьевич, вот закончилась первая домашняя серия, а команда набрала 7 очков. Вы довольны этим результатом? И к чему еще нужно прибавлять, кроме вот обозначенной реализации? Ну, так скажем, я говорил о том, что просто на высоком уровне весь матч не можем провалить. Ну, пока, пока. А так, в принципе, здесь мы больше смотрим на качество игры. Единственное, конечно, это обидное поражение. Конечно, хочется всегда большего. А так, я говорю, что касается качества игры нас устраивать. Единственное, хотелось бы, чтобы это на протяжении всей игры. Ну, плюс, вы сами говорили, удаление. Есть над чем работать. Валерий Геннадьевич, Дмитрий Рёбухов автор первого года в чемпионат. Почему сегодня не попал за него? Кто-хто? Дмитрий Рёбухов. Ага. Ну, нет, вы же меня спрашивали на прошлой пресс-конференции. Я не спрашивал? Речь шла об... Нет. Я имею в виду, что у нас еще выпадающие есть. Я говорил, что, возможно, они появятся. Но надо давать играть только по этой мочке. Ну, это хорошо, что вот так не имеют практики. Что ж? Не имеют практики многие вот игроки. Вот они сегодня получили практику, как не имеют. И поэтому мы их поставили. Саша, вопрос. Валерий Геннадьевич, ну, как вы, довольны, как Лахта сыграл сегодня, как сыграю Макаянов? Да. Своё дело не делаем. Максим Майоров, когда скажет? Пока не могу сказать. Будем думать. Спасибо. Спасибо.